хочется вот с чего с чего с чего начать давняя история она описана где-то в книге в каких-то из первых книг по нлп ричард бендлер писал или и лежит и гриндер вот это теперь надо вспоминать потому что я забыл ладно не суть в общем кто-то из самых главных из самых главных мелков до писал писал на тему того что к нему обратилась женщина с вопросами сложностях в общении что она вот стеснительная не может не может общаться не может заводить разговор не чувствует себя в разговоре свободно чувствует стеснение и в процессе выяснения собственно говоря она там нему практически прямо сказала прямо сказал о том что я там не думаю что я им понравлюсь вот или там думаю что не понравлюсь но мы помним да в английском языке вот эти вот штуки с частицей не они чуть-чуть другие не как у нас у нас как бы с одной стороны сложнее немножечко да там запутание с другой стороны где-то к этому вопросы мягко а там вот дать из те самые там i do not да собственно фактически там шла речь там дальше в расшифровке дошла речь о том что о том что у нее вот у этой женщины за идеями о том чтобы там подойти заговорить начать общаться что у нее за этими идеями не стояла не стояла образов правильных то есть образов того как а как она будет там то есть ну в том числе на входе того что стояли образы что там может быть они будут как-то неправильно себя вести не так реагировать как ей хочется самым подменялись некие понятия как правило за идеи спросить о чем-то ну логично предположить мысль получить результат ну там узнать информацию чтобы решить свою какую-то задачу а у человека вместо этого крутится мысль которая ее останавливает я не понравлюсь и здесь вот логики никакой нет но наша психика вот так устроена с логикой там не все так однозначно как как хотелось бы поэтому эти вещи а есть смысл разбирать там выяснять что что за этим стоит и трансформировать для того чтобы человек наконец-то все-таки сумел на двигаться по жизни как обычно мы напоминаем числе прочего напоминаем о целеполагании о том что как узнать как узнать чего у нас в голове находятся за 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 каким-то идеями за идеями о том что вот сейчас я пойду на улице подойду красивой девушке скажу привет и заговорю с ней или вот там еще там что-то что что за этим стоит за этим все равно стоят какие-то прогнозы за этим все какие-то идеи что получится да что точно получится что может получиться что может не получиться там как и на что это повлияет то есть вопросы вопросы целеполагания они ну как и везде наверное да как и во многих областях они здесь опять-таки являются но является первичным если я начну разбираться там у себя в голове чего у меня в в рамках базового построения построения целей и планов до что у меня там прописывается следом за там моим подходом к девушке на улице да или там за подходом девушки там красивому сотруднику коллеги что там находится за этим если за этим находится и мы не не инвентаризируем чего там да потом вот как в случае стоит же самая женщина у бендера что там находится у нее до находится картинки что там на нее будет не знаю фукать фэкать и вообще там факать извиняюсь да к слову пришлось в общем неправильно будет реагировать да вот и чего да и вот значит вот и такие мысли а если мы эти мысли не определяем если мы не вот нет не проверяем что там у нас находится вот так такое находится если там находятся те же самые страхи еще что-то мы сейчас даже не касаемся вопросов откуда они могли взяться не речь не об этом речь о том что и там есть дайте как бы неважно откуда они например там есть для если у меня в голове там не не отдавая себе отчет да не нот как-то не рефлексируя да не понимая крутятся у меня страшилки на тему того что будет происходить после моего обращения к человеку что что тогда ну тогда просто у меня автоматически включается экология до автоматически включается ой не хочу потом я как-нибудь лет через 15 познакомлюсь лучше с девушкой да а лучше через 25 через 25 вообще нормально то есть это вообще не страшно или после пенсии там как раз не надо будет да глядишь вообще ну их нафиг все вот соответственно ну и начинается включаться то что там психологии называется механизм рационализации если я внутри чувствую что я не хочу у у меня мозг мне быстренько придумает почему почему не то чтобы не хочу да почему не надо почему не сейчас почему у меня сейчас есть гораздо более важная задача чем вот это да но согласись андрей есть люди которым даже рационализация не способна помочь потому что если например сотруднику дают задание представить доклад там отчитаться о результатах или презентовать свой план там рационизирует там или не очень саботирует все зависит от гибкости мышления можно уволиться можно уволиться можно поменять работу поменять сферу деятельность сказать им анал я ваши продажи презентации пойду я все с админ и там ни с кем разговаривать не надо вот вот да и вот и вот есть есть отличная работа я как недавно видел как недавно года три назад по моему просто в память видимо врезалась до отличная работа смотритель маяка например есть да вот тоже до варианта если если никак не получается общаться с людьми смотритель маяка это полезно вот как раз ты привел этот пример я вспомнила кто тоже вот такую такой момент когда мне человек говорит о том что он не любит общаться опять же я могу этого человека оценить как стеснительного да там неуверенного вообще не стеснительного он говорит да я я социофоб я была немножко удивлена потому что там такой термин непонятный если сказал там мизантроп понятно но это не он конечно но там не люблю людей да там социофоб там уже такие какие-то клинические корешки но опять же человек пытается для себя объяснить почему он избегает общения а как раз таки действительно не очень приятно бывает назвать себя этом стеснительным далее там не уверен я вот такой я плохой и тогда конечно смотрите маяка уже лучшая работая а вот но нужно понимать доставить ли такая работа человеку это удовольствие или это действительно инструмент для того чтобы сбежать вот поэтому может быть есть смысл признаться себе и поработать над над этим но тут есть недавно поступила такая информация требующие проверки но тем не менее ну вот как вроде бы как пять лет нужно для того чтобы там какая-то идея психологическая или патрон там окончательно интегрировался ну и там как бы пустил корни окончательно да вот поэтому да если человек долгое время то есть долгое время ему надо разговаривать надо например общаться с общением четко не заладилось да то вот вот это вот нахождение вот в этой вот самой экологически запутанной ситуации дать через вот несколько лет его приведет совершенно точно каким-то таким вот очень-очень хитрым заморочком и потом то что то что решается в самом начале например как только мы видим что проблема ну как вот вот она да только-только только-только начинается только-только делается только-только мы попали в ситуацию когда от нас требуется что-то большее чего мы раньше не делали ну то есть раньше совсем не делали совсем не знали отчасти мы конечно про воспитание здесь в том числе говорим да потому что многие вещи у нас там из детства где-то заложено но вот это вот самая идей когда идейка о том что чем чем дольше человек тянет какой-то заморочка тем сильнее она там обрастает обрастает это что можно было то что можно было вначале решить решить там чем-то таким простеньким типа там техника генератор нового поведения да и вот такие праздники сегодня я расскажу вот можно было вот эти вот сделать но там через пять лет вот этого всего она обрастает вырастает до уровня я концепции я социофоб да и там я там социопат я еще чего-нибудь или еще там какие-то такие хитрые названия которые оправдываю замечательный теперь оправдывать человека что теперь наконец-то можно можно не нужно или нужно нельзя вот и есть смысл тоже рассмотреть стратегию проявления поведения стеснения как стратегию прерывания достижения результатов все-таки может быть задуматься над этим и до мотивация от а она из одна из самых таких очень мощных мотивации поэтому а если подумать о том чего человек лишается через вот эту свою стеснительность это может замотивировать человек действительно с ней поработать выяснить каким образом нее можно поменять трансформировать там избавиться от нее в конце концов более правильная формулировка но если говорить уже про про практические практические задачи до по практические практики что с этим делать первое первое наверное самое главное с чего ну мы упомянули дальше чего надо начать цели полагания цели полагания и давайте прямо вот с того с того самого квадрата декарта до который является частью хорошо сформулировать результаты до одновременно с этим является мощнейшим коучинговым инструментом вот квадратик квадратик на тему он там ну все его знают да там вопросики что случится если это случится то есть что случится если я достигну если я начну общаться с людьми что случится причем и хорошее плохое чего не случится если я начну общаться с людьми тоже и хорошее плохое там что случится если я не начну общаться с людьми да что случится с а что не случится если они начнут квадрат квадрат мотивационный квадрат декарта для целеполагания там и но и это известный известный инструмент позволяет вытащить в эту всю экологию наружу просто понять собственно почему то почему а для чего чего мне от этого общения если я буду его делать что там дальше за ним будет что там ценного полезного вместе с тем квадрат декарта вместе с тем вместе с тем вопрос да чего плохого в том числе если я буду общаться и здесь тоже опять же из практики да люди говорят а вот общаться хорошо давайте вот так вот это можно достаточно легко включается вот тогда будем общаться чего-то и ну нет не так вот все таки я знаете что подумал говорит клиента а это вот не теперь чё там со всякими разными там фу-фу-фу людьми тоже что ли общаться тоже что ли там добродушно с ними вот так они не хочу вот и тогда это позволяет как раз таки включить включить идею идею о том что ну как сказать то мы в детстве наверное со всеми надо общаться да когда там совсем маленькие детишки и мы рассказывать ой надо со всеми дружить надо со всеми общаться надо быть вежливым надо быть еще что-то это потом это там уже когда это класса класса с 6 начинаются плохие мальчики да где-то там да до этого надо со всеми дружить даст быть вежливыми даже там если там кто-то тупит даже если это с некоторым взрослым не надо общаться даже если там с учителями некоторые надо очень сильно фильтровать то что они рассказывают все равно детей более-менее как-то так вот обязывают тотально быть общительными тотально вежливыми хорошими мальчиками девочки но если речь идет о том что мы начинаем побеждать вот эту самую скованность в общении в зрелом возрасте но там уже совершенно понятно что нет не над со всеми что там уже конкретно надо выбирать да с кем ты хочешь общаться как ты хочешь в каком формате и вот это исключительно вопрос целеполагания вот собственно за которым да за которым да конечно и стоит уже вопрос интеграции но как как это зачастую бывает там правильно поставленная цель там на 70 процентов достигнутая цель если вы четко поняли что вы хотите то есть скорее всего больше вам ничего не нужно в чем в чем заключается феномен коучинга в том что много много и хорошо работают с целями если чек прописал прописал понял что он хочет как он хочет деталях для себя всю свою экологию внутреннюю сделал то взрослому человеку этого достаточно для того чтобы начать идти и делать если там что-то недостаточно если чего-то у него его останавливает в этом там скорее всего уже вопрос не коучинга вопрос скорее всего уже такой ну типа там близкий к сегодняшнему празднику до психология психотерапии то есть некоторые вещи которые могут останавливать человека ну если если мы говорим про социофобию которая не типа там я просто такое слово придумал чтобы с вами не разговаривать а если мы говорим про реальную социофобию где действительно у людей стоит фобическая реакция за общением с людьми вот ну тут это не вопрос коучинга то есть там уже конечно у нас исключительно терапия и бывает но все равно понимаем что тогда мы имеем дело с неким диагнозом и там важно выделять социофобия чего как правило она все равно каким-то контекстом ограничена да то есть какими-то конкретно людьми вот там человек с какими-то конкретными боится общаться у меня встречается фобическая реакция вот она конечно же со временем генерализуются это кто тоже имеет место быть но я думаю что в таком формате мы с людьми в повседневной жизни 5 встретимся их только приведут на консультацию и опять же это стеки его другой уровень работы но если мы говорим о стеснении если мы говорим о том что человек не уверен то все гораздо проще достаточно того чтобы человеку хотелось самому проработать и для себя этот момент и вот значит если мы это самые цели прошли до если вопрос теперь в том чтобы нам нам наши мозги чего с ними было да но не достаточно пластично не хочется чтобы побыстрее включилась например как тогда хочется побыстрее чтобы интегрировалась если это не фобия если это просто понимание что я хочу вот так вот общаться хочу вот так общаться до хочу мой коллега говорит человек классно и свободно общается я хочу также вот давайте вот еще с такой стороны посмотрим на стеснительный да мы говорим о том что это а прерванная стратегия получения достижения цели до своей вот но она же не откуда-то взялась у человека она взялась опять же из семьи из ближайшего окружения для ребенок слепо моделирует стратегии родителей вот скорее всего родители такие же и он просто не мог научиться другому а поэтому когда мы говорим о том что человеку если есть желание человек может научиться всему чему угодно соответственно и переучиться он тоже может и вот это наша мелкерская идея она и как раз и и мы и предлагаем вам сейчас рассмотреть да ребенок когда-то научился так соответственно он не достигает своих целей он может использовать квадрат декарта для работы со своей экологией для уяснения своих целей до страхов опасений проработать но зайти мы можем с другой стороны со стороны коррекции поведения до встраивания новых форматов поведенческих и вот здесь как раз вот та самая техника та самая техника которая генератора нового поведения когда мы берем и попросту попросту представляем представляем себе со стороны представляем некоторые такой фильм да как 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 это будет выглядеть когда я буду это делать как кто да если вот как как юлия говорит да человек говорит я хочу вот как вот этот это делать хорошо представляй в его роли себя вот ты ходишь говоришь что машешь руками делаешь все вот проверяй как как раз вот здесь вот нам пригождается вот то самое целеполагание да потому что когда мы знаем что мы хотим мы этот мультик можем для себя фильм нарисовать нарисовать прекрасно вот мы берем его и рисуем да ага я иду я делаю вот туда вот туда а туда я не иду а там я не делаю с людьми я вот так вот делаю и вообще молчу да а вот например человек андрей говорит целеполагание хочу как-то у нее робинс не рисует себе вот такую картинку потом заходят такой домой заходит и когда войска как слышно меня там 12 человек как раз таки осознание своих целей для чего это и как это будет вписано в жизнь и проживание вот такой роли тоже важно а почему бы не попробовать действительно ее прожить хотя бы эфемерно хотя бы вот в таком фантазийном формате для того чтобы немножко а надо ли это мне до понять это вообще моя цель или не моя цель или потому что вот он этот робинс такой крутой и там много денег заработал а вот а может быть у меня там не для чего-то другого надо и по другому как-то и тогда что нужно выбрать другую модель более подходящую близкую к своей собственной жизни и это тоже в числе прочего это вот такой вот мыслительная мыслительная пример когда моделировали за да а с одной стороны вы обратите внимание на то что это тренировка все помнят вот эту вот байку про этих баскетболистов которые тренировались тренировались помимо того что не тренировались как обычно они еще и мысленно представляли что не закидывают эти самые мячики так вот собственно говоря мысленная тренировка она помогает ну конечно она не то не так же хороша как тренировка реальная но тем не менее мысленно и помогает поэтому если вы такие фильмы гоняете с одной стороны вы реально тренируетесь ассоциированный просмотр такого фильма до ассоциирование представления себя в какой-то роли она задает это является элементом моделирования все прекрасно люди так и учатся это раз да а второе когда вы в такое вживаетесь вы вы в том числе еще раз проверяете то есть экологию проверить умозрительно это здорово но всегда надо бы вжиться потому что вот сколько раз ситуации такие были на консультировании с клиентом человек говорит вот так вот так вот так раз 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 сделали данным с бросанием курить там с чем-то еще с выступлениями теми же самыми что-то сделали вот сидели час додумали представляли вот как хочу так проверяли корректировали все после этого все равно вот каждый каждый такой подгон все равно каждый такой прогон все равно что-то там а вот тут скорректировали тут скорректировали тут скорректировали реальная жизнь потом еще скорректирует потому что вы если вы чего-то не делали в своей жизни раньше не общались например с людьми не подходили к ним на улице да а тут начали этот контекст мгновенно вам добавит добавит некоторое количество деталей которые раньше не было о которых вы раньше ничего не знали и собственно говоря вот они теперь это будет чуть перед сделать чек никогда в жизни не выступал не выступал на публике ни разу в жизни никогда приходит и как я хочу выступать научиться выступать на публике хорошо давай как-то вот как тони роббинс мы там хорошо давай представляет что ты вот там выходишь в олимпийском и орешь он представляет ведь нет не так надо мне как бы нормально мне надо вот так до полу олимпийского до половину тони роббинса вот так вот не гать надо вот так вот мы а так очень нормально раз все сделали интервью рынок блин чувствую все вот так я выступать должен вот так вот я буду все делать классно вот так все хорошо здорово уходит возвращается через нелюбит блин как это доктор как у меня проблема да я вот вчера там пришел год позавчера выступил сказал ведь все они вопросы задавать начали чуть делать с вопросами и не значIDES вопросами давайте мне делать с вопросами те самые детали детали которые которых вы могли не знать площадь мог не знать вот эту жизни мыслительная примерка мыслительный пример пример когда когда вы смотрите на смотрите со стороны на вот ситуацию которую вы хотите так как вы хотите вы Вы там ее делаете. Вы там реализуете все вот эти самые штуки. Да, вот кстати, есть люди, которые знают за собой, что они стеснительны, что есть у них вот эта неуверенность в общении, и они этой темы для себя всячески избегают и не интересуются. А есть люди, которые знают это за собой, но что-то читают по этому поводу. Может быть, смотрят фильмы, в которых главный герой так или иначе решает эту проблему. И зачастую у них есть любимые фильмы, где главный герой побеждает, и через это они как бы и любят эти фильмы. Главные герои за это и любят, собственно говоря. Вот, поэтому вот набор вот этих знаний, набор стратегий, даже теоретических, из кино, из литературы, из жизни, когда есть там человек, который успешно решает там все коммуникативные свои задачи, и он классный, да, он мой внутренний герой, я прям на него равняюсь. Да, я так не могу, говорит человек, но вот он, вот этим мне нравится. Набор вот таких теоретических знаний очень помогает в мыслительном моделировании. Когда вы начинаете формировать для себя фильм, у вас уже есть с чем поэкспериментировать. Какие стратегии поведенческие повживаться, примейте их на себя и подобрать вот самые подходящие именно для вас. Вот, это вот самый лучший вариант. Если у вас еще нет вот таких героев, нет таких примеров, как раз таки посмотрите, почитайте. Недаром рекомендуют вообще там читать историю успешных людей, да, или читать там какие-то открытия, автобиографии, именно для того, чтобы появлялись новые знания о каких-то, о возможных стратегиях. Вот так бы я сказала. Ну и еще, наверное, момент один, такой, как-то, вокруг вот этого всего важный. Уже, наверное, даже не совсем про стеснительность, а в большей степени про уверенность. То, что на языке курса NLP Master, да, метапрограмм с курса NLP Master, называется внутренняя и внешняя референции. Вот, ну и рядышком там еще первые и вторые позиции, но в большей степени, наверное, все-таки референции. То есть, некоторая такая идея, идея относительно того, ну, как бы вообще можно ли, можно ли иметь свое мнение. То есть, стеснительность, она там может мешать человеку просто разговаривать, да, просто говорить. Вот, а может не мешать просто говорить, но для, для, для уверенности, что ли, в том, что ты говоришь. То есть, это тоже, это тоже следует, следует, наверное, выяснять, следует, наверное, понимать, что, ну, там, вы все человек, да, вы все человеки. Каждый, каждый человек имеет право на собственное мнение, имеет право там, в том числе, ошибаться, в том числе, заблуждаться, да, имеет право чего-то не знать, имеет право от чего-то отказываться, чего-то не хотеть, например, знать, да, чего-то не хотеть учить. вот а и тогда просто был случай был один такой интересный случай у меня в практике давным-давно обратилась девушка на психологическая консультация ну что давайте говорю говорите с чем пришли чего хотим да как она вообще и вот она мне раз говорит а вот там мама говорит что я там там и помню уже честно не помню там все вот это обменяшки да ну пусть например мама говорит что я там не активная бабушка говорит что я там не вот такая там папа говорит что я него такой не вот такая ван уха хорошо говорю и чего говорю а вы что имеете по этому поводу сказать о наград и я не знаю говорит я как бы там я идею всем и вот это все звучит логично да от них от всех напряжение мы начали с ней работать с этой девушкой пришлось пришлось натурально сделать технику по включению вот этой самой опять же с курсом при мастер штук называется растяжка метапрограмм да то есть и и и просто попросту и перевел на эту самую на большую уверенность в себе дано на более внутреннюю референцию на тему что ты конкретно хочешь вот ну и тогда конечно процесс пошел там уже она от себя начала говорить на всякие разные нужные вещи вот вот здесь вот вот здесь это же это тоже вопрос в том числе целеполагание тоже вопрос в том числе вот того самого квадрата декарта ваше мнение да там относительно себя относительно своего мнения относительно того что вы там знаете не знаете хотите не хотите вот если она у вас там будет они сгибаем они непоколебимая чего тогда от будет хорошо плохо если его не будет что будет если она там чего а чего не будет если она будет опять все те же самые вопросы да эти же самые вопросы на тему там хорошие плохие плюсы и минусы того чтобы там большей и меньшей степени то вот иметь вот эту самую внутреннюю инференцию в том числе это мощь плевать на этом мнение окружающих людей и опять же ее тоже можно разделять ее тоже можно делить на части некоторые дано и мы понимаем что ага вот мнение этих людей для меня цен а мне не этих людей ну как бы как как ценно только нет всегда есть референтная группа она может быть очень маленькой состоять из одного человека или быть очень большой состоять вообще из всех людей а вот самое главное что туда были включены вы и отличается вот этим самым вот этим числом референтных людей когда абсолютная внутренняя референция конечно тоже социально неадекватно не может быть так в отдельном изолированном помещении умение разделять людей у которых имеет значение мнение которых не имеет значения а вот умение разделять контексты каких контекстах это мнение значения в каких не имеет значения это и есть вот то самое внутреннее знание которое дает уверенность в себе и соответственно уверенность в общении и конечно же мы все равно понимаем что вот такие качества сложные да как там стеснительность уверенность там доброжелательность коммуникабельность там или агрессивность это качество за которыми стоят вполне конкретные поведенческие навыки конкретные поведенческие проявления которые привычным образом реализуются они были сформированы из детства они давали свой результат но если они сейчас перестали вас удовлетворять вы хотите их поменять а есть смысл поработать над поведенческими проявлениями подумать о том в чем ваша цель чего вы хотите какое состояние через какое поведение лучше всего будет для вас подходить для ваших жизненных задач и потренировать вот эти формы поведения повстраивать их себя в свою жизнь и чем больше примеров вы будете использовать для того чтобы примерить на себя тем точнее на вывод новые модели поведения сможете для себя выбрать и встроить их свою жизнь что немножко подытожим да и так первое первое как обычно цель до цель у там уверенность себе или этом разговаривать или там там не стесняться что вместо этого да как я хочу как я хочу себя вести цель лучше ставить по сенсорни чем цель лучше ставить поконкретнее вот так вот так вот так с проверкой что от этого лучше что от этого хуже что от этого куда с пример DNA на себя собственно это на и уже и обучение да иavored по примере по примеряли чувствую внутри какие-то если например вещи ну не не реализующиеся с этим дачу вст ун´ки то экологические запреты там или что-то мне не нравится или как-то вот так вот или корректируем поведение или думаем собственно почему на что не нравится либо это неконтролируемое что-то ну тогда вот ну условно и там около фобические техники для этого работы работы с фобиями работать состоянием они говорили на одном из на одном из в одном из выпусков нашего иного 5 мы говорили о работе состояниями там и техники тоже говорили об этом вот ну и вместе с тем да и как бы рядышком еще чтобы докрутить для вопрос вопрос уверенности в себе то есть как некоторая такая тоже базовая штука то изнутри да я вообще-то много имею же право высказывал говорить имею же право там не быть уверенными мере права находиться под под взглядами людей которым я не нравлюсь например имею ли я право находиться ну как вообще не обращать внимание есть есть такое как называется актерская актерское упражнение актерское упражнение называется публичное одиночество умение умение развивается умение заниматься своими индивидуальными делами под взглядом большого количества людей пожалуйста все на тебя смотрят да но тебе очень не важно что они для смотрят иначе пойти там актер на сцене до которой там сидит и изображает что он сидит задумчивости до что он там пишет письмо думает о чем-то да по идее он должен находиться ну вот папа плану да по плану самой актерской штуки он один сидит например в комнате да там и размышляет о смысле жизни если он этот момент будет обращаться обращать внимание на зал если он будет даже хотя бы глазами с залом коммуницировать да это уже будет ну все и он уже он уже не играет это уже не то это уже понятно что он с залом общается они они играет вот это вот собственно одинокую задумчивость да поэтому он должен просто отсечь это все фактически не важно сколько там людей смотрят на тебя ты занимаешься своими делами можно так делать или нельзя тоже вопрос на на проверку до публичное одиночество да как техника актерского мастерства ее тоже можно потренировать с помощью генератора нового поведения по примерять на себя а как это и тогда мозг получит еще один вариант вот ну что вроде бы как сегодня мы сегодня мы рассказали есть вопросы все так вроде бы слушают и мы снова без вопросов бывает но часто как вопрос как вопросы там есть лайки лайки есть просто есть хотя бы по видимо все хорошо я научусь сердечки вот это делать да прям по тренируюсь тоже с помощью генератора нового поведения вопросов нет интереснее понятно спасибо спасибо александр мы неизменно стараемся до чтобы было понятно вот ну что мы только только как эти как инфобизнесмены можем договорить там типа кому все понятно ставьте лайки кому все понятно еще и понравилось делайте делайте репосты да вот как как-то тогда терина заслушалась интересно спасибо да вам всем спасибо ну что тогда 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 пожалуй тогда пожалуй на сегодня на сегодня все чего мы можем чем мы можем предложить о чем мы можем напомнить да пишите нам ваши вопросы под этими видео в личку в комментариях пишите вопросы мы будем на них отвечать каждый четверг до каждый четверг мы здесь в эфире но 5 в живо прямом эфире но 5 выступаем отвечаем да на вопросы вот мы живые и настоящие присылаете присылайте какие-то ваши интересы может быть может быть у вас есть что нам еще о чем хотелось бы чтобы мы еще рассказали какую тему рассказали бы для нас мы будем до вопрос очень важный потому что мы каждый раз вот думаем а что было бы вам интересно о чем бы вам рассказать мы конечно же всегда найдем но нам очень хотелось бы чтобы это прям была ваша поэтому пишите нам свои пожелания по темам мы будем готовить и для вас это будет актуально и полезно будет здорово да ну что ж и тогда важно у нас есть канал да 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 все наши видеозаписи вот все четверги а там много интересных тем и по работе с целями которых мы сегодня касались и работа с экологией мы идет сегодня тоже обсудили и работа состояниями там очень много уже интересных тем поэтому подписывайтесь смотрите ну и конечно же ваши пожелания снова напоминаем ну что на сегодня все ждем вас ждем вас в следующий четверг до ждем вас как обычно в эфире в эфире и но 5 в прямом эфире и но 5 до самого полезного и в мире до встречи